Дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний эфир и конечно же вы знаете, что через неделю, буквально в следующие выходные, столица республики примет гостей из 40 стран мира. Ведь с 22 по 25 ноября в Якутске пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу. Билеты на соревнования уже можно приобретать в кассах, а также онлайн. В нашей студии сегодня пришли участницы этого масштабного состязания. Я рада приветствовать Ирину Севрюк, мастера спорта России, а также Яну Захарова, мастера спорта Якутии и старшего тренера нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Девушки, скажите, пожалуйста, какой это по счету будет чемпионат мира? По счету это третий чемпионат мира. Первый чемпионат мира проходил тоже самое в Якутске в 2014 году. Второй чемпионат в 2016 в Кыргызстане. И вот третий обратно вернулся к нам в Якутию. Будет третий раз здесь. То есть каждые два года получается чемпионат проходит. А вот сколько мужчин и сколько женщин будет участвовать в чемпионате? Ну планируется приезд спортсменов около 240 участников из 40 стран. А женщин из них сколько будет? Женщин 40, около 40 тоже. А какие страны уже вот, ну наверняка вот приедут точно уже здесь. Ну 40 стран это... Какие на словах, вот какие вы запомнили? США, Украина, Кыргызстан. А Европа? Латвия. Венгрия. Венгрия, да. Узбекистан. Вот кстати насчет США, да, вот ходили же слухи, да, упорно вот до, задолго до чемпионата, что на эти соревнования приедет Арнольд Шварценеггер. Это так или нет? Ну должен был приехать. Миф или реальность. Да, миф или реальность. Должен был, да? Должен был, но такая мировая звезда. У него планы свои, наверное, уже расписаны на год вперед, поэтому... Ну а вдруг сюрпризом еще приедет. Ну наши любят сюрпризы, поэтому вдруг, да, вы следующие выходные, Арнольд нам приедет. Ирина, вы одна из участниц этого масштабного состязания. Вот расскажите, как проходит сейчас ваш тренировочный процесс? Ну сейчас, конечно, тренировки в более легком режиме проходят, так как уже, то есть на следующей неделе непосредственно старт будет. Но, соответственно, то есть вся вот эта подготовка в полгода была очень тяжелая, трудная и напряженная, потому что очень важное событие, и для меня это впервые. То есть я первый раз участвую в чемпионате мира. Вот. И поэтому это особенно ответственно для меня, и важно очень предстать в хорошей форме. То есть что наработало, то и нужно показать соответственно. А вот кто кроме вас еще Россию будет представлять, Яна? Кажите, кроме Ирины кто еще будет? Из девушек, из женщин. У нас 5 весовых категорий. На 55 Наташа Черноградская, 65 Ира Северюк, на 75 Саина Сидалищева, на 85 девушка из Кабардино-Балкарии Кристина Качкосова и свыше категория женщин Татьяна Григорь. Получается 5 девушек? 5 женщин, да. Как вы, насколько готовы, Ирина, вот? Морально вот так как? Морально на 100%, физически тоже на 100%. То есть уже спокойно можно выходить в бой. Волнения так-такового нет. То есть стараюсь не перегорать, то есть заранее, да, уже на своем собственном опыте. Известно, что лучше, то есть отвлечься от этих отвлекающих факторов, от суеты и потом уже спокойно выйти на помост с трезвым рассудком, разумом, вот, чтобы не сделать никаких ошибок. А кого вы считаете наиболее вот таким вот сильным соперником для себя? На самом деле я всех считаю сильными. У каждого есть шансы. Каждого спортсмена уважаю. Каждый все равно достоин уважения, потому что вкладывается в это, вкладывается в труд. Ну, а кто сильнейший, то есть покажет только помост. Кто на что нарабатывал, такой итог будет. Конечно, всякое бывает. Яна, вы наверняка знаете, да, вот какая команда из какой страны представляет особую опасность, скажем так, для нашей страны? Я думаю, Украина, сборная Украины, Венгрии, Узбекистан тоже. Девушки сильные из Узбекистана. Кыргызстан. Интересные, кстати, да? Ирина, вот скажите, пожалуйста, как давно вы начали заниматься масс-рестлингом? Почему именно этот вид спорта? Ну, я начала заниматься шесть лет назад. И это произошло тогда, когда, то есть, мама моя, работая в Центре спорта и культуры, позвала на республиканский чемпионат по масс-рестлингу, где уже впервые были женщины. Вот. И для меня это было очень интересно. Она говорит, быстрее приходи сюда, тебе очень понравится. Вам сразу понравилось? Ну, она говорит, да, мне очень понравится. И как бы долго не думаю, как бы по стереотипу привыкли, потому что мужчины, да, там одни мужчины, а мужчинам неинтересно смотреть. А, кстати говоря, наверное, зрелищно, да, вот посмотреть на женщин, как они борются. Да, интересно. Я думаю, да. Дорогие друзья, я думаю, что в этом вы можете убедиться уже в следующие выходные, потому что, как я говорила, с 22 по 25 состоится чемпионат мира по масс-рестлингу. Ирина будет там участвовать. Огромное спасибо, Яна, огромное спасибо, Ирина, за то, что вы пришли к нам в гости в студию. Приходите еще после победы. Мы вас ждем. Держим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.